Коллеги, добрый день. Добрый день. Давайте проверим звук, как нас видно, как нас слышно. Давайте лайки, огонечки, комментарии. Так, огонечек один, как-то странно. Давайте-ка побольше. О, побольше, конечно. Да, отлично. Так, коллеги, давайте тогда начинаем. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодня мы поговорим о взаиморасчетах с заказчиками перевозок. И спикером сегодняшнего мероприятия буду я, Жданов Юрий, менеджер по работе с клиентами. И моя коллега Юрхова Виктория, специалист отдела автоматизации транспортной логистики. Кстати, Виктория, ты знаешь, что у нас сегодня заключительное онлайн-мероприятие компании Axelot в 2022 году? Ничего себе. Я надеюсь, что он будет таким же интересным, как и все предыдущие, и наши слушатели получат ответы на свои вопросы. Конечно, и тем более у нас есть с тобой уникальная возможность всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать в Новом году успеха во всех начинаниях, ну и, конечно же, победы. Продолжая наш вебинар, хочу отметить, что он будет состоять из нескольких частей. В вводной части мы с вами поговорим о проблематике сегодняшней темы. Далее моя коллега уже раскроет тему мероприятия более подробно, разберет все по полочкам. И в конце мы оставим время для ответов на ваши вопросы. Вопросы прошу писать либо в чат, либо в соответствующий раздел «Вопросы», который у нас есть. Вопросы пишем, не стесняемся. На одном из прошедших вебинаров мы уже рассказывали про управление затратами. И кто еще не видел этот вебинар или хочет посмотреть его еще раз, мы добавили QR-код со ссылкой. Пожалуйста, сканируйте, переходите и смотрите. Возвращаясь к сегодняшнему мероприятию, хочу сказать, что транспортные подразделения есть в каждой компании. И каждой компании необходима детализация расчетов по перевозкам. Конечно, степень точности этой детализации может быть различной в разных компаниях. Ну, например, дистрибьюторским компаниям необходимо рассчитывать стоимость перевозок в разрезе номенклатуры. Более того, у таких компаний тип и количество перевозок, оно различное. Также им важно оказывать высокий уровень сервиса, и такой сервис стоит достаточно много. Соответственно, здесь мы с вами можем говорить о получении некой прибыли с осуществления доставок заказчикам. И такая доставка может быть тарифицирована и, соответственно, учтена в стоимости продукции, например. Теперь давайте представим себе какого-то производителя. Ну, например, производителя строительных материалов. Такая компания, кроме прибыли с продукцией, может еще получать и прибыль с разницей между стоимостью перевозки для клиента и себестоимостью самой перевозки. И сейчас, в это нестабильное время, многие задумаются все больше и больше, да, все больше наших заказчиков задумываются об этом. Об этом уже много лет назад задумались транспортные компании. Именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Доходы и расходы – это то, о чем большинство логистов даже не хотят думать. Но сегодня нам об этом придется задуматься, естественно, в позитивном ключе. Для чего мы, собственно, с вами здесь и собрались. Далее моя коллега расскажет больше о возможности использования ТМС по тарификации и автоматической калькуляции, ну и о многом другом. Виктория, тебе слово. Ну, спасибо, Юра, за такую вводную часть. Вот, да, пожалуй, продолжим. Вот, перейдем тогда к блоку, нашему основному блоку, это взаиморачиваться с заказчиками. Вот, и расскажу немного, да, пару слов о нашем продукте. Аксилот ТМС предназначен для комплексной автоматизации процессов управления перевозками и транспортом. Это один из немногих продуктов, который позволяет нам выполнять огромное количество задач по логистике и ее автоматизации, как в транспортных компаниях, так и на производственных предприятиях, компаниях-дистрибьюторах. Наша система позволяет автоматизировать учет потребностей в перевозке, осуществлять маршрутизацию заказов как собственного автопарка, так и наемных транспортных средств. Также система позволяет вести полный мониторинг рейсов, включает в себя такие модули, как модуль спутникового мониторинга и андроид-клиента для водителей. Помимо этого, с помощью Аксилот мы можем проводить полный учет собственного автопарка, включая также учет горюче-смазочных материалов, учет оборудования, учет запчастей, учет путевых листов и проведение ремонтов. На наших последних вебинарах мы довольно часто рассказывали о возможности автоматизировать данные процессы в системе. Решение полного комплекса задач транспортной логистики позволяет вести детальную аналитику по расходам, учитывать логистические затраты при ценообразовании продукции и услуг транспортного сервиса. Итак, наш сегодняшний вебинар будет посвящен как раз автоматизации процесса управления транспортными услугами. Для всех компаний и руководителей стоит основная задача, и это не только учитывание потребностей в перевозке, не только учет транспортных средств в системе, но и определение себестоимости каждой обработанной заявки на перевозку, понимание, какая прибыль была и, точнее, должна была быть, и какая получилась в итоге после уже выполнения перевозки, и также это осуществление расчета рентабельности. В совокупности, да, это все дает нам понять такую общую картину и принять соответствующие меры, да. Например, если мы видим, что наши перевозки на данный момент нерентабельны, то, ну, как бы, да, стоит, наверное, задуматься и понять, а в чем же дело. Может быть, мы как-то некорректно выставляем стоимость наших перевозок, может быть, нам стоит использовать другой тип транспортного средства, может быть, нам стоит отказаться от бесплатной доставки по некоторым направлениям, да, или, может быть, нам обязать логистов вести, как бы, такой более глобальный поиск внешних заявок для обратных рейсов, или, может быть, нам, да, в перевозках использовать больше наемный транспорт, чем собственный автопарк. Да, именно таким инструментом принятия решений, да, станет как раз для вас наша система всего ТМС. Да, давайте далее, ну, рассмотрим, для каких компаний будет актуален учет дохода в системе. А это именно, там, безусловно, конечно, это наши транспортные компании, которые осуществляют перевозку грузов любыми видами транспорта, и, соответственно, которые выставляют стоимость перевозки на клиента. Также это компании, которые выполняют услуги пассажирских перевозок, также компании, предоставляющие клиентам услуги предоставления спецтехники, также это могут быть организации, у которых несколько подразделений, а транспортный отдел – это как такая самостоятельная организационная единица, и которая ведет взаиморасчеты за транспортные услуги. Тогда компания в таком случае хочет понимать, сколько она зарабатывает внутри себя, на какое подразделение она тратит свои финансы на перевозку товаров, и сколько подразделений получает денег за, ну, те или иные, там, опять же, операции, там, потребности перевозки. Ну, и, конечно же, это наши производственные площадки, которые дополнительно тарифицируют услуги перевозки для оказания максимального сервиса доставки. Давайте вообще посмотрим, да, из чего состоит тарификация у заказчика. Ну, первое – это установленные тарифы, которые закладываются на уровне компании. Тарифы обычно – это постоянное правило расчета, но также в системе мы можем вести учет дополнительных задач по каждому отдельному заказу, и в зависимости от работ, которые необходимо выполнить в точке маршрута. Такими работами могут быть, как подъемный этаж, растентовка, сборка и прочее. И транспортные компании, компании-производители могут выставлять требования к финансовому платежу. Функционал системы позволяет нам гибко настраивать работу каждого тарифа, как для всех заказчиков, так и для каждого заказчика индивидуально. Такой функционал реализован благодаря такому документу, как соглашение с заказчиком, который позволяет указать как бы в себе сами тарифы, схемы оплаты и показатель, контролирующий дебюторскую задолженность. Тем самым система позволяет учитывать, какое количество денег мы должны получить от заказчика перевозки, то есть в автоматическом режиме контролировать превышение кредитов заказчика и своевременно повышать пользователей о блокировке работы с заявками таких заказчиков перевозки. Ну и также, как я уже отметила, да, в соглашении с заказчиками мы можем отметить схему оплаты. И, да, функционал системы позволяет нам работать как с такими схемами предоплаты, как перед взятием заявки в работу или перед началом загрузки. Ну и, соответственно, по схеме, когда оплата производится по факту выполнения перевозки. И, наверное, такая одна из самых интересных возможностей ТМС — это механизм формул, который позволяет при взаиморасчете с заказчиками использовать абсолютно любую формулу расчета доходов. Формула может включать в себя, ну, во-первых, это фиксированные показатели. Примером такого показателя может быть стоимость одной тонны за километр. То есть если в расчете с заказчиком используется данный показатель, то система позволяет собрать необходимую информацию на уровне заявки, то есть уже, да, определить конкретный вес и расстояние. И при расчете полученные данные умножить на зафиксированные ранее значения и автоматически выдать результат. Также механизм формул может включать в себя расчетные показатели. Для установки данного показателя нам нужно выбрать необходимый нам параметр. И если нужно, указать его значение. Самый такой тоже простой пример — это если наш тариф зависит от типа транспортного средства. При этом мы можем указать значение данного параметра, и тогда система при расчете доходов будет обращаться к данным заявки, учитывать параметр, а именно какой тип транспортного средства использовался при исполнении заявки, и на основании этих данных проводить автоматический расчет. Также система позволяет при установке правил расчета тарифов использовать различные оценочные шкалы. То есть если при расчете заказчикам нам нужно использовать значение, входящее в интервал показателя, то ТМС может решить данную задачу. Например, задав системе оценочную шкалу по массе, при расчете доходов система на уровне заявки будет понимать, какая масса груза участвует в перевозке, и автоматически подбирать правильное значение в расчете. Еще хотелось бы отметить возможность формирования всевозможных тарифных сеток. Система позволяет задать показатели и указать значение этих показателей. Также, да, для примера можем рассмотреть тарифную сетку с использованием зоны отправления и зоны получения. Соответственно, при расчете доходной части система будет обращаться к данным заявки, а именно к зоне отправки груза или к зоне получения, и автоматически рассчитывать тарифы, используя корректное значение показателей, указанных в тарифной сетке. Такой, как бы, итог. Наша система, да, ТМС, она обладает очень гибкими правилами расчета, что позволяет автоматизировать расчет доходов в процессе выполнения заявки. Мы знаем, что зачастую у нас при перевозке грузов используются как раз мультимодальные схемы. И если, да, такой случай и перевоз как раз таки выполняется именно таким способом, соответственно, система позволяет учесть доходы на каждом плече маршрута, ввести их аккумуляцию и прозрачность учета. В дальнейшем мы можем перевыставить расходы на заказчика в разрезе как по каждому плечу, так и по всей перевозке в целом. Если плановые доходы у нас фиксируются на уровне заявки, то после выполнения данных заявок должны быть зафиксированы фактические доходы. Теоретически, наверное, даже практически, данные между плановыми и фактическими доходами могут различаться. Ведь нередко бывает, что в ходе выполнения заявок могли возникнуть дополнительные работы или была необходимость заехать в дополнительную точку на маршруте или транспортное средство попало в простое и ожидало долгое время погрузки-выгрузки. Все это система позволяет зафиксировать на уровне документов фактические доходы. Еще немаловажным хотелось бы отметить, что система позволяет на основе заданной ранее тарификации с заказчиками автоматически заполнять фактические доходы как в пределах одной заявки, так и по всем выбранным заявкам заказчика. И тем самым уже формируя в системе так называемые такие реестры, которые мы можем уже направить заказчику на рассмотрение. К сожалению, да, бывают в логистике у нас и неприятные случаи. Например, при погрузочных работах сотрудники склада повредили или принесли какой-то ущерб транспортному средству. Или же, да, там была ошибка диспетчера, и он, да, отправил машину по другому адресу. Или же просто по каким-либо причинам заказчик, ну, не смог выполнить, да, или собрести договорные условия. Для таких ситуаций в программе сформирован функционал создания исходящей претензии, которую можно заполнить необходимыми статьями дохода и прямо из Аксилот ТМС оперативно направить заказчику на рассмотрение. А в дальнейшем уже при удовлетворительном итоге, как бы, получить оплату уже от заказчика. Также в системе имеется функционал по перевыставлению расходов по рейсу. То есть, если мы в системе зарегистрировали расходы, то, опять же, такие, как простой или же выполнение доп. операций, да, там, например, использование гидроборта на погрузке-выгрузке, то система позволяет нам перевыставить данные расходы на заказчика и впоследствии сформировать счет на их оплату. И таким конечным пунктом во взаиморасчета с заказчиками будет являться формирование счета на оплату. Данный документ у нас формируется на основании наших фактических доходов. Аксилот ТМС позволяет нам отследить и устанавливать определенные статусы, тем самым контролировать факт оплаты заказчикам. Частым таким примером будет возможность Аксилот ТМС интегрироваться с бухгалтерией. Как такой, скажем так, взаимообмен происходит? На стороне ТМС мы формируем счет, далее на стороне бухгалтерии данный счет обрабатывается и в конечном итоге в ТМС придет ответ об оплате данного счета или, да, там, о частичной оплате. Что позволяет нам контролировать данный функционал? Ну, во-первых, это контроль задолженности. Тем самым, да, со своей стороны мы можем посмотреть целостную ситуацию, да, и дать оценку, да, посмотреть, а добросовестный ли вообще заказчик, а выполняет ли он условия и сроки договора по оплате. А может, нам стоит подумать, вот если сейчас он там, да, оплатил частично, а вдруг в следующий раз он вообще задержит оплату или, ну, или мы вообще оплаты от него не увидим. То есть мы можем полностью увидеть работу с заказчиком вот на таком финансовом этапе и сделать те или иные выводы. Ну, и также, да, для удобства контроля в системе разработано рабочее место управления расчетами с партнерами, где мы можем вести контроль и выполнение расчетов фактических доходов, контроль выполнения выставления счетов, контроль за их оплатами и увидеть наличие просроченной дебиторской задолженности по вашим заказчикам. Да, хотелось бы еще отметить, что система позволяет оценить себестоимость доставки каждого грузового места. Мы можем формировать аналитические разрезы номенклатуры в заявке. В отчетах мы можем увидеть стоимость перевозимой номенклатуры. Также по данной себестоимости мы можем определять тарифы для заказчиков. Ну, то есть система ТМС – это такой целостный продукт, который позволяет помимо учета доходов ввести учет всевозможных расходов. Благодаря этому мы можем отследить нашу рентабельность перевозки, а в связи с чего скорректировать тарификацию у заказчика. Да, рассмотрев так достаточно детально нашу систему, можно подумать, что на этом все, но это еще нет. Такая, да, очень интересная функция нашей системы, она может выступать калькулятором. Да, расскажу, что это значит. Значит, зачастую у наших клиентов есть свой сайт, на котором предоставлена основная информация о компании, о ее деятельности, о услугах, которые данная компания может предоставлять. И также имеется возможность по определенным параметрам помочь, да, своим, скажем так, потребителям рассчитать стоимость данных услуг и понять, насколько предоставляемый вариант услуг им подходит. ТМС Axelot имеет возможность проинтегрироваться с такими сайтами. Что мы в итоге получаем, какую схему взаимодействия, да, то есть потребитель на сайте клиента указывает свои параметры в потребности перевозки. Ну, такие, как, например, адрес погрузки, выгрузки, количество груза, масса груза. Может быть, это, да, еще указать какие-то дополнительные операции во время перевозки и так далее. Вот, с помощью так называемого обмена, да, с личным кабинетом пользователя информация поступает в ТМС. Далее на основании, да, полученных данных наша система производит расчет стоимости доставки, при этом учитывая уже изначально заложенную тарификацию и при этом учитывая все потребности перевозки, которые указал пользователь. По результатам данного расчета ответ автоматически отправляется в личный кабинет пользователя, где уже пользователь на основании полученных результатов расчета стоимости может делать свои какие-то выводы о том, готов ли он взаимодействовать с данным клиентом на основании там такой тарификации перевозки или нет. Или, может быть, да, ему посмотреть какой-то более выгодный вариант. Примером такой работы, да, с нашей системой является компания Автопэк. Она как раз-таки использует наш продукт именно с точки зрения калькулятора своего сайта. Помимо этого, система TMS может выступать калькулятором для любой системы, в которой работает менеджер или логист. Это могут быть как корпоративные системы, которые работают на базе 1С, такие, как, да, к примеру, ERP, управление торговлей, там, и так далее. Также системы, которые, там, например, работают на базе Oracle, ну и вообще в целом любая другая система, которая используется менеджером, да, в части осуществления потребностей в перевозке. Тот принцип, да, системы, он похож с предыдущей картинкой. Разница, да, только в том, что тот как бы уже менеджер заносит информацию в свою систему, также, да, указывает все параметры потребности к перевозке. TMS, получая данную информацию, генерирует ответ по стоимости, и автоматически менеджер, опять же, в своей системе видит результаты стоимости доставки, которые, да, соответственно, получены из нашей системы. Вот. Также хочу отметить, что тарифы, а также правила расчета тарифов можно задать в нашей системе абсолютно любые, которые требуются вам для учета потребностей в перевозке и получения необходимых финансовых показателей в стоимости ваших услуг. Вот. И давайте немножечко, да, подведем уже итоги и посмотрим эффекты от внедрения TMS-системы. Да, но в ходе нашего разговора, блоки взаиморасчетов с заказчиками, довольно большой акцент, да, там, мы и я сделали на работе именно транспортных компаний. Но хотелось бы отметить, что наша система также может быть удобной и пригодной, да, для компаний-производств, для компаний-дистрибьюторов, которые также отдельно тарифицируют услуги доставки. TMS-системы – это, да, еще раз повторюсь, такой комплексный продукт, который включает в себя как блок учета доходов, так и блок учета расхода. Соответственно, если вы выполняете доставку собственным парком или же наемным и зафиксировав плановые доходы за перевозку товаров, в конечном итоге мы можем оценить, во-первых, маржинальность данной перевозки, вот, а также провести анализ стоимости своего продукта. Да, помимо этого, система TMS является таким эффективным инструментом для контроля бюджета предприятия и вообще принятия любых управленческих решений в плане управления доходами и расходами. С помощью системы мы можем существенно сократить время на расчет стоимости перевозки, да, посредством корректной настройки тарифов с клиентами. Вот, также для принятия управленческих решений и понимания полученного бюджета мы можем определять наиболее выгодных заказчиков, контролируя при этом дебюторскую задолженность. Как я уже говорила, да, система может выступать калькулятором для различной системы сайтов. Ну и таким образом, да, такой итог, это система TMS, она позволяет автоматизировать все процессы по учету доходов предприятия. Вот, коллеги на этом. Нет, еще не все, да, еще не все, Виктория, не спеши. Виктория у нас подвела итог, но я хочу немножко добавить к этому итогу, да, все-таки как же расчеты в таком инструменте, как TMS, могут нам и должны, да, помочь нашему бизнесу. Ну, во-первых, как Виктория сказала, да, блок расчета затрат дает нам понимать, сколько же стоит, да, наша все-таки перевозка, да, себестоимость этой перевозки. Мы, соответственно, можем эти затраты, да, прогнозировать и потихоньку переходить к некой окупаемости транспортного подразделения. Подобный учет в компаниях, да, где транспорт не является профильным бизнесом, это может стать некой точкой роста вашего транспортного подразделения и, соответственно, потихоньку уходить на какой-то плановый уже доход, да, система, точнее, подразделения. Тем самым, понимая все эти плановые значения, вы повышаете сервис предоставляемых услуг и можете переходить от некой там плановой убыточной, да, перевозки к непосредственно разумной доставке. И более того, у вас появляется понимание расходов, понимание доходов, тарификации, всевозможные калькуляторы, и что позволяет вам развивать свой бизнес, свое транспортное подразделение, да, в новом направлении, ну, например, как транспортная компания, да, или 3ПЛ-компания. Вот. Коллеги, у меня на этом все. Виктория тоже. Давайте перейдем тогда к блоку ваших вопросов.